Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте. Заметила, что в отношениях у меня всегда бывают эмоциональные качели. То хочется быть с этим человеком, то нет, нахожу минусы. Так и расходились, но когда инициативу брали молодых парней, у меня сразу начиналась обратная реакция, что я люблю и не могу без этого человека. А когда все налаживалось, всё было наоборот, что может они мне не нужны. Сейчас я живу с любимым человеком, который любит меня, ценит и уважает, считает с моим мнением, но наблюдаю то же самое, что было раньше. Когда меня что-то против сделать, у меня бывает раздражение, злость. Я иногда нормально реагирую, хочется постоянно обещаться, часто хожу с недовольным лицом, но иногда успокаиваюсь, когда вспоминаю его отношения. Жить иногда пропадает желание из-за этого, ощущение, что ли я правильно сделаю. С другой стороны, никто бы меня не терпел с таким характером. Не знаю, что с собой сделать, почему со мной это происходит. У меня мама тоже была вечно недовольная в семье, любила меня очень, но при этом могла говорить обидные вещи, что я старая дева, никому не нужно. Но потом могла делать всё, как я люблю. Готовила только так, как я люблю. Мы часто переживают из-за отсутствия у меня настроения. Я спрашиваю, что не так. Я не могу ничего ответить. Невозможная проблема в том, что у него здесь сейчас зарплата небольшая, и все расходы на мне домашние оплаты за съёмную квартиру. Я вроде всё понимаю, но злость не покидает. Иногда даже приготовить обед, ужин вызывает во мне раздражение. Я устал от себя, не могу понять, что происходит. Кто виноват муж, который не зарабатывает много, мама, которая унижала меня, я, которая строила элизии. Но понимание причины не даёт мне успокоения. На ровном месте могу заплакать. Также хочется постоянного подтверждения любви от близких людей, иначе появляются сомнения. Ну, в первую очередь хочется сказать, что, на мой взгляд, таких вот основных проблем, которые вы решаете прямо здесь и сейчас, на мой взгляд, их три. Это не отреагированные эмоции, которые вы, судя по всему, сдерживаете, считая их чем-то деструктивным, чем-то плохим. Вы их зажимаете, вы их пытаетесь как-то вот не проявлять, вроде бы, но они вас отравляют. На маму есть какие-то обиды, да, там, мужчине хочется вашему что-то выразить, высказать, вот вы тоже этого не делаете. То есть, любое проявление эмоций, по сути, исходя из вашего текста, тесно, тесно, связано, достаточно тесно, связано с, как будто бы, стыдом. То есть, вот, я сейчас выражу какие-то свои чувства, я сейчас выражу какие-то свои эмоции, и, как бы, меня просто, да, там, со мной не будут из-за этого, да. Ну, вот, я и так, как бы, вот, ну, там, не очень хорошая, да, а тут еще, и надо что-то высказать, и вообще останусь одна. То есть, очевидно, вот, что, как бы, ваша мама любила приносить себя в жертву, вот, вот, руководствуясь, там, чувством вины, а когда позволяла себе проявлять какие-то чувства, которые она сдерживала, после этого она всегда расплачивалась, чувством вины и стыдом, вот. И, соответственно, отсюда не совсем понятно, то, что для вас человек делает, он делает это, потому что он хочет это делать, или он это делает, делает, чтобы чувство вины, как бы, искупить, да, вот. Ну, там, где есть чувство вины, там, часто идет, в общем и целом, наказание, то есть, как бы, человек себя наказывает, там, где есть чувство вины. Соответственно, я бы сказал, что, вероятно, вы еще и, ну, присутствуют вот некоторые элементы такого наказания, но, в целом, в целом, я бы сказал, что достаточно много у вас невырученных эмоций, потому что она транслировала вам глобально такую мысль, что свои эмоции вообще-то нужно, условно говоря, держать при себе. Ну, вот, и вообще-то, как бы, лучше их не показывать, вот, ну, вот, вы, собственно говоря, их и не показываете. Вот, только они все равно проявляются, когда проявляются, то проявляются достаточно такой вот, ну, можно сказать, такой деструктивной, да, форме, которая, вот, ну, скажем так, редко, редко совсем является тем, что, вот, там, гипотетически вы, на, вы, там, для себя бы, например, хотели, вот, понимаете, да, поэтому, как бы, это первый аспект. И, значит, соответственно, в контексте первого аспекта я бы сказал, что, вот, эмоции необходимо учиться отслеживать, вот, и максимально корректным образом их выражать. В частности, через технику я сообщил, например, случится вот такой, можно сказать, правильной конструктивной коммуникации. Сейчас вот эта коммуникация, к сожалению, отсутствует. Следующий момент, последующий момент, на который хочется обратить ваше внимание. Это момент, эээ, того, что вы, как будто бы, по вашим описаниям, эээ, боитесь сближаться. То есть, вот, вы говорите, что, когда я нужна кому-то, я, как бы, отдаляюсь от этого человека. Когда, эээ, значит, эээ, мне нужен, мне нужен человек, я, наоборот, от него, наоборот, к нему, эээ, приближаться. Вот. Это, эээ, психологическая игра, в данном случае, это психологическая игра в догонялке. Вот. То, что вы играете, вот, в, ээ, догонялку. Эээ, это, эээ, такая, детская игра, как можно догадаться, в принципе. Название, может быть, может быть, эээ, может быть, даже вы слышали о такой игре, а может быть, даже в детстве эту игру играла. Эээ, детская игра, эээ, придумана не просто так, она придумана для, эээ, формирования у детей личных границ. Вот. Ну, если так получается, что ребенок личных границ не сохраняет, то он боится, эээ, боится, эээ, сближения. Вы, на самом деле, эээ, боитесь, вот, близких отношений, ну, вы боитесь сближения, вы боитесь сближаться, вы боитесь, ээээ, ну, каких-то, вот, ээээ, ээээ, искренних отношений. Вот. И, ээээ, связано это с тем, что у вас, как раз таки, есть проблема личных границ. То есть, за что отвечаю я, за что отвечает другой человек. Чего хочу я, чего хочет другой человек. Чего я хочу для себя, от него. Чего я хочу для него, от себя. Да. На все эти вопросы в данном случае вы не можете ответить. В том смысле, что это не простроено, не структурировано. Вот вы говорите, например, что, эээ, у вас ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ или ужин. Выдлитесь. Ну, здесь можно было бы сказать, что это абсолютно, абсолютно нормально. То есть злость означает, что прямо сейчас обед готовить вы не хотите. Это нормально. Но вы себе это сдерживаете, вы себе это блокируете, вы себе не позволяете этим проявлениям размещаться в контакте с другим человеком. И получается, что вы боитесь своих чувств и не проявляете себя. Из-за этого, естественно, искажается образ, который видит другому человеку ваш образ. И из-за этого позже, как следствием, идет то, что вот вы подозреваете, что вас воспринимают не совсем так, как вы хотели. Да? И чего вот вам нужно подтверждение там вашей ценности от близких людей. Это не случайно. В данном случае происходит. В данном случае происходит именно вот. В том числе по этой причине. Вот. То есть я не могу разместиться в контакте с другим человеком так вот, ну, так, как я хочу. Да? Вот. Я не могу разместиться в контакте с другим человеком. Ну, в той форме, в какой я хочу, вот, разместиться. И, соответственно, мне периодически нужны подтверждения сейчас остаются. Вот. Ну, здесь очевидно, что заходите вы несколько вниз того угла. Следующий важный аспект. Это аспект эмоциональных качелей, о которых вы говорите и из которых, собственно, вы и начали свой рассказ. Эмоциональные качели связаны с низким уровнем эмоционального интеллекта. То есть вы не замещаете. Что чувствуете вы не замещаете. Что с вами происходит, вы не привыкли, как бы, ну, уделять этому должное внимание, скажем так. Вот. И в этом случае происходит эмоциональные качели, потому что вы, например, откликаете, откликаете, откликаете столько на сильные чувства, невозможно. И слабо реагируете на чувства менее, 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 ярко выраженные, так скажем. И, соответственно, из-за этого, в том числе, у вас и происходят эмоциональные качели. То есть человек не очень понимает, а вообще, вот как бы, ну, что вообще происходит со мной сейчас, что вообще, что я хочу вообще. Вот. И, соответственно, отсюда могут возникать вот как раз такие ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ кто виноват. Я не думаю, что это хорошее действие сказать виноват, потому что, чтобы не был виноват, да, роли это особо для вас не играют. Ну вот. На данный момент, сейчас, да, роли для вас это особо не играют. Вне зависимости от того, кто виноват, вне зависимости от того, как вы, ну, условно говоря, пришли к тому, к чему вы пришли, все равно вам нужно это скорректировать и скорректировать вы можете это только сами. Вот. То есть вне зависимости от того, кто виноват. Я бы, на самом деле, прекращал посмотреть в сторону того, чтобы искать виноватых и больше посмотрел в сторону того, чтобы начинать решать, скажем так, проблемы, свои проблемы, да? Следующий момент. Вы говорите, что меня напрягает, что расходы на домашние, значит, какие-то задачи лежат на мне. Вот. Чем нас с этим напрягает? Давайте разберёмся. Дело в том, дело в том, что он не всегда, вот постарайтесь меня услышать. Не всегда, но часто бывает так, что именно мотивация определяет человеческие возможности, не наоборот. И, может быть, если бы вы смогли донести до мужа адекватно до своего мужчины. В этих секциях непонятно, кто это вам, муж или мужчина. Вначале вы называете его просто мужчиной, с которым вы живёте, потом вы называете его, называете его, в общем и целом мужем. То есть как-то непонятно, да? Если вы, например, вышли занят, то, соответственно, это требует отдельного внимания и отдельного анализа. Так вот, если вы донесли до своего мужа, ну, будем пока так называть, корректно то, что вам хочется и то, что вы чувствуете, то вполне вероятно всё и мотивация у него. У него как-то зарабатывать больше было бы. Вот. Следующий момент. То, что вы уделяете вот, в целом, такое внимание деньгам и заработку, ну, наводит меня на мысль о том, что, возможно, отношения с мужчиной вы выстроили, скажем так, поверхностно. В первую очередь, по привычке влюбляться в отношения к себе. То есть, иными словами, в себя вы обесцениваете, да? Вот. И это уже более глубинная проблема, что вы считаете себя какой-то неправильным. Неправильным, вот. Вы считаете себя какой-то ужасным и вы требуете от себя быть стойким и не являетесь. Вот. А отношения другого человека помогает вам это хотя бы немножко скомпенсировать. И выстраивая отношения вот так, на таких, скажем так, основах. Вот. Вы не делаете себе хорошую услугу в этом смысле. Потому что отношения выстроены по такому принципу, отличаются всегда поверхностностью, всегда условностью, всегда некоторыми требованиями к, там, ну, условно говоря, к человеку и так далее. Ну уж. То есть, тут я бы смотрел не в сторону, опять же, того, чтобы ждать, когда там ваш муж, собственно, будет зарабатывать больше, а чтобы смотреть на свои потребности и смотреть на то, как конкретно вы можете их удовлетворять. Потому что пока что выглядит так, что вы перекладываете ответственность за то, что вы хотите на другого человека. Себе вы как будто бы здесь не доверяете. Это тоже довольно важный момент, потому что, когда человек перекладывает ответственность на другого, он создает благотворную почву для развития созависимых, да, развития созависимых, я бы даже сказал, отношений в данном случае. Вот. Дальше. Дальше. Не совсем понятно. Не в данном случае, о чем идет речь, я поясню. Не совсем понятно ваши личные жизненные цели, ваши личные жизненные стремления. Не совсем ясно. А то недовольство, как описываете, вполне может быть связано как раз таки с отсутствием этих самых жизненных целей. Вот. Понимаете, да? Т.е. именно очень много энергии у вас направлено на вот то, что не очень интересно. Но то, что по вашему мнению сейчас необходимо, тогда как, ваша собственная жизнь, ваши собственные цели остаются как бы за бортом. Вот. Ну, кроме того, все это, вообще-то говоря, о-о-о, оскорбительно. И, наверное, это одна из самых оскорбительных вашей ситуации, что вы на себя так забиваете. Но вот это еще и создает, как бы, постоянное ощущение, что вот, там, вы хуже другие, да, что, как бы, другие все это делают, что я нет. Но, например. Или у других есть цели, а у меня, ну, опять, как пример. Вот. Поэтому, эм, надо смотреть еще и в сторону, эм, развития, эм, ваших жизненных векторов. Вот. А, потому что в противном случае, ну, повторюсь, вот, эм, вы можете, в принципе, пробуксовывать. Вот. Дальше. Эм, следующий момент, на который хочется обратить внимание, это отсутствие у вас, как бы, эм, вопроса. То есть, ну, вы пишете, что, эм, я не знаю, эм, что с собой сделать. Это не является неожиданностью. То, что вы не знаете, что с собой сделать. Если бы, если бы знали, вряд ли бы обращались к нам. Поэтому это не вопрос, это скорее жалоба. Вот. Когда вы говорите о том, что я не знаю, что происходит, то ли я виноват, то ли муч, то ли мама. Ну, это как бы тоже история больше про, что это высказывание в воздух. Кстати, а насколько вам важны деньги и какое, какое значение имеет для вас деньги? Не в том смысле, что деньги не важны, а в том смысле, воспринимаете ли вы деньги только как деньги или как возможность что-то, что-то, э, себе компенсировать. Коли так, то это нужно отдельно разбирать. Так вот. Эм, то, на что я хотел бы обратить ваше внимание, это на отсутствие у вас вопрос. Его нет. У вас вопроса нет. Ну, вы его не задаете. Вы чего хотите дать психологу, чтобы вам сказали, кто виноват? Вот. Ну, давайте как бы сразу скажем, что виноваты все и все. Вы сами, в общем-то, пишите, что не очень, не очень вам не легче становится вот того, что вы знаете, кто виноват. Поэтому, как бы, последний момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, это момент именно того, от чего же вы хотите. То есть, именно, именно от психолога, чего вы хотите. Какая помощь вам нужна? Помощь в чем вам нужна? Потому что, ну, как бы, я говорил, можно, в принципе, и отношения с мутин, гармонизировать ее. В себе разобраться можно, да, и так далее. То есть, это не такая уж сложная задача. Хотя, конечно, конечно, каких-то усилий и времени она, безусловно, потребует. Но главный момент включается в том, с чего вы хотите. Вот. Это то, на что я хотел бы обратить ваше внимание. Вот. На этом, наверное, все. Вот. На этом, наверное, все, что я хотел пока что сказать. Вот. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Вот. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. И хочется сказать, что обратная связь нужна, в первую очередь, вам для формирования базовых постулатов для психотерапии. Вот. Потому что без нее, в данном случае, вам не обойтись. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...